Швейцария 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 Думаю, что логичнее было бы Центральному банку бороться со стремительным повышением курса валюты путем внедрения каких-то нестандартных мер. Это могут быть такие меры, как отрицательные ставки по депозитам. Думаю, что эти меры более вероятны, чем прямые валютные интервенции. Я также хочу отметить, что в последнее время валютные резервы Центрального банка Швейцарии увеличиваются. На данный момент они составляют примерно 19% от ВВП страны. В связи с этим стоимость содержания этих резервов значительно выросла. В данном случае Центральному банку Швейцарии возможно придется искать альтернативные и нетрадиционные меры, которые помогут противостоять стабильному повышению курса швейцарского франка. Эти экономические данные были получены до квартального заседания Центробанка, которое должно пройти 18 сентября. Процентные ставки в Швейцарии по-прежнему остаются на уровне нуля, а трехлетние ограничения на курс франка все еще действуют. Аналитики говорят, что на самом деле Центральный банк не может практически ничего сделать для того, чтобы возобновить рост экономики. Как вы считаете, на что рассчитывают участники рынка? «На самом деле у Центрального банка мы ожидаем трезвой оценки текущей экономической ситуации в Швейцарии и соответствующего прогноза. Думаю, что последние экономические данные стали своего рода поворотным моментом. В любом случае экономика Швейцарии не может показывать рекордные показатели роста в условиях замедления роста экономики еврозоны и экономики ЕС в целом, а также в условиях дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Западом. Напряжение между Западом и Россией только добавляет проблем экономике Европы, и в том числе экономике Швейцарии. Думаю, что в ходе следующего заседания Центральный банк Швейцарии пересмотрит свои прогнозы по поводу роста экономики не только на этот, но и на следующий год. Но более важный момент – это изменение прогнозов по поводу уровня инфляции. В прошлом году Центральный банк Швейцарии в основном игнорировал прогнозы по поводу инфляции. Сейчас, на фоне повышения курса франка, я думаю, что Центробанк понизит свои прогнозы по поводу уровня инфляции. На мой взгляд, подобное решение мы и увидим на предстоящем заседании банка 18 сентября. Лично я бы поспорил с тем, что в будущем курс пары евро-швейцарский франк будет понижаться. Я думаю, что курс этой пары, наоборот, будет тестировать новые максимальные отметки. Это, в свою очередь, будет мотивировать Центральный банк предпринимать больше мер, которые помогут сдерживать курс. На данный момент, я думаю, что следующим решением Центробанка станут отрицательные ставки по депозитам. Валентин, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Завтра моя коллега Диран Макдермадт представит вам свежий выпуск программы «Целевой прогноз». Не пропустите. Всего доброго.